Друзья, здравствуйте! Меня зовут Андрей Жуков, это katot.ru. Сегодня у меня не очень много времени, потому что я скоро замерзну. Но не замерзнет DJI Mavic Air, новый дрон от компании DJI, который уже обозрели, протестировали, наверное, все. Но все его тестировали, как только он появился, прям делали самыми первыми распаковки, полеты. Я пожил с этим дроном какое-то время, полетал, почитал форумы, сделал собственные выводы. И сейчас мы с вами сделаем тест без розовых очков. Посмотрим, какие же недостатки и особенности есть у этого дрона. За дрон я хочу поблагодарить coptertime.ru. Это лучший магазин дронов в Москве, да и в России, наверное, тоже. Официальный дистрибьютор DJI. И давайте начинать тестировать. У меня в руках пульт, это новый пульт абсолютно от компании DJI. В нем нет, в отличие от Mavic Pro, экранчика. Ну и ладно, на морозе дольше проживет. У него есть откидные ручки. Здесь под ручками хранятся стики. Я сейчас сниму перчатки. Это смертельный номер, сейчас минус 16 градусов. Мы около реки, здесь довольно прохладно. Я вот так вот эти стики достаю, мгновенно их накручиваю. Все, в принципе, пульт готов. Осталось достать антенки и ставить сюда смартфон. Я вставляю сюда самый банальный обычный Android смартфон. Willi Fox. Он слабенький на 410 Snapdragon. Но даже его будет более чем достаточно для наших полетов. Вставляем сюда порт USB. Зажимаем телефончик. И, в принципе, ну, готово. Готово к полетам. Телефончик пока что загружается. Я на секунду его отложу. Не хочу класть на снег. Положу к себе сюда. Вот. Надеюсь, я вернулся на то же самое место, чтобы Fox не убежал. Если что, простите. Это, собственно, DJ Mavic Air. Вот в такой вот коробочке. Это полностью готовый к полету дрон. Надеюсь, аккумулятор не замерз. Я буду достаточно торопиться. Потому что при минус 15, конечно же, ну, прохладно. Прохладно однозначно. Смотрите, дрон абсолютно компактный, карманный. Даже в моей маленькой руке все хорошо. Надо не забыть снять защиту от камеры. Она удобная, маленькая и многоразовая. Вот. Все. Вот сейчас дрон полностью готов. С уже с аккумулятором нужно разложить только лопасти. Лопасти раскладываем следующим образом. Передние, нижние. Обязательно антенки. Вот здесь две антенны. Это самое важное. Две антенки. И, в принципе, спереди у него здесь на мордочке есть кнопка сервисная для того, чтобы спарить его с пультом. И вот под маленьким таким окошком есть порт USB Type-C для того, чтобы скидывать фотки. И слот для карточки памяти. Но мне сегодня карточки памяти совершенно не понадобятся. По одной простой причине, друзья. Здесь встроенных 8 гигабайт памяти. Я буду уже дрон включать, чтобы он искал спутники. Готовился к полету. Вот. Это все. Птичка уже готова. В принципе, можно слетать с рук. Но я, наверное, буду слетать просто с его же маленького чехольчика. Сейчас мы вам это покажем. И, собственно, вы уже посмотрите наши полетные съемки. От себя могу сказать, прежде чем мы взлетим, что дрон будет у нас с последней самой прошивкой. Что дрон у нас находится на территории города Москвы. Никому не рассказывайте, что мы здесь летали. И я могу сказать, что, в принципе, на морозе в минус 15-16 градусов, я даже не знаю, сколько сейчас, все хорошо и прекрасно у нас было на предварительных полетах. У нас есть несколько аккумуляторов, поэтому полетаем, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Итак, друзья, я вернулся с мороза, с полетов. Немножко согрелся. И теперь мы с DJI Mavic Air постараемся с вами поделиться своими впечатлениями. Ну, он будет молчать, потому что, на самом деле, этот дрон показал себя не так идеально, как в рекламе. И это очень важно учитывать. Давайте разбираться по порядку. И сейчас я беру его в руки. Смотрите, я на улице с морозу вам наговорил всякой ерунды насчет того, что кнопка и разъем для карточки памяти, а также Type-C находится на передней части этого дрона. Нет, это его задняя часть. Спереди находится камера. Камера в углублении. Она утоплена внутрь корпуса, поэтому повредить ее невозможно при неправильной посадке, приземлении, при столкновениях, которые, в принципе, на самом деле, практически нереальны с этим дроном. Почему? Потому что здесь камеры спереди, есть камеры сзади, здесь камеры снизу. И дрон действительно отлично уворачивается от препятствий всевозможных. Более того, я пытался снимать этот дрон на DJI Phantom 4 Pro. И когда я подлетал к нему сверху, когда я подлетал к нему сбоку, постоянно этот малыш чувствовал приближение опасности и пытался увернуться от моего фантома. И, соответственно, некоторые кадры у меня даже не получились. Поэтому облетает препятствия он очень здорово. И самое главное, это первый дрон компании DJI. И это уникальная история. Он умеет облетать препятствия умно. То есть плавно, красиво, так, чтобы никто и не заметил, что на самом деле это непредвиденная ситуация. Что я могу сказать про конструктив этого дрона? Легкий, удобный, 430 грамм, быстро летает до 68 км в час, по идее, должен летать. Так вот, здесь есть винты. Они, в принципе, условно несъемные. Понятное дело, что если они повредятся, их легко поменять. Но они не складные. Они все время на дроне. То есть при транспортировке их не надо снимать. И их единственный минус, это то, что они маленькие, а значит жужжат. Это самый громкий дрон компании DJI на данный момент. И на самом деле не самый быстрый дрон. Тут вот еще какая история. Когда я начал на нем летать, я понял, что камера опускается слишком медленно. Когда я начал летать, я понял, что на самом деле он не такой и быстрый, ухватистый, как мой Phantom 4 Pro. Соответственно, потребовалась настройка. Настроить его можно, потому что в режиме спорт эта малышка летает очень быстро. То есть, ну, почти так же, как Phantom. Собственно, Phantom чуть-чуть побыстрее, по моим ощущениям, 4 Pro. Но тоже все юрко, классно и здорово. Но в стандартном режиме, если не прочитать инструкцию, на самом деле это может вас расстроить. Ну или как минимум смутить, потому что реально дрон летает как-то так, это, немножко дерганно и медленно. В стандартном своем режиме. Далее, что мне здесь понравилось и что не понравилось. Понравилось мне то, что он действительно удобный, он универсальный. Но не понравилось то, что эта штучка на самом деле не так далеко летает. Тут есть какая история. Во-первых, мы находимся в России. Сейчас я в России. И здесь автоматически любой дрон компании DJI врубает какой-то дурацкий абсолютно свой режим. Он называется, по-моему, CE. По сути, это ограничение мощности приема передатчика. До каких-то небольших значений, разрешенных в Российской Федерации. Так вот, в США, например, этот дрон имеет автоматически, без каких-либо модификаций, механических. Когда стоит вот с ним не выйти на улицу в США, как этот дрон получит гораздо более мощный передатчик и приемник. Почти в два, а то и больше раз. И, конечно же, он будет летать далеко. В России улететь более чем на два километра практически нереально. Даже в идеальных условиях. В США, пожалуйста, до четырех километров летают. И, что тут важно понимать, будет обязательно софтверный хак, пока его нету. Ждем. Здесь я могу сказать следующее. В Москве, в условиях города, или немножко замкат, этот дрон поднимается примерно на 150 метров. И далее может улетать примерно метров на 170. К сожалению, до 200 метров дольше у меня улетать не получилось. Поэтому я даже не стал делать видеотест этой истории. Потому что, ну, 200 метров. Это в два раза больше, чем просто по Wi-Fi. Вполне достаточно для того, чтобы на самом деле снимать красивые кадры. Для того, чтобы облететь себя там на каяке, на велосипеде, на скейтборде, на автомобиле. И даже если не очень быстро двигаться, например, в 20-25 час, он будет за вами следовать. Я не буду рассказывать сейчас про кучу умных режимов, которые есть в этом дроне. Про них рассказали мои коллеги в YouTube. Я могу сказать так. Они работают. Они работают очень хорошо. Дрон умеет вас отслеживать. Дрон умеет снимать красивые сюжетные съемки в автоматическом режиме. Например, бумеранг или астероид. Это новые технологии и новые видеосъемки. Новые видосъемки, правильно если говорить, которые появились в DJI Mavic Air. Так вот, все это работает идеально. Дрон при этом учитывает пространство, позволяет с собой подруливать. И, конечно же, делает потрясающие кадры. Самое прикольное его нововведение, на самом деле, по отношению к другим дронам. Это 32-мегапиксельные панорамы. Тут Air делает очень красивую картинку. И еще раз, требует настройки. Безусловно, для того, чтобы быстро и комфортно летать. Ну, или нужно будет принять, что этот дрон по умолчанию из коробки, конечно, небольшой тормоз. И далеко не умеет улетать. У меня была даже ситуация, когда он поднялся надо мной, где-то на 150 метрах, просто потерял сигнал. Начал садиться, пульт его поймал и подхватил. Ну, и я уже дальше смог им управлять. Поэтому для дальних полетов эта штука не подходит. Но вокруг себя полетать лучше не придумаешь. Особенно учитывая, что камера здесь очень крутая. Здесь 24-миллиметровый объектив f2.8. И новый процессор, что самая главная матрица, 2,3 дюйма. И вот процессор, это самое главное в дроне. Дело в том, что он позволяет писать с битрейтом до 100 мегабит. Программно, видимо, не стали делать H265, поэтому все в H264. Здесь 8 гигабайт встроенной памяти, что тоже, кстати, важно. Можно не вставлять карточку, что я и делал. И этот дрон запросто летает и записывает видео без дополнительной памяти, вставленной в себя. Это здорово. Камера, соответственно, здесь лучше, чем у Mavic Pro. И это факт, это видно. Потому что 60 и 100 мегабит это серьезная разница. Но, например, нету всевозможных кинорежимов. Хотя режим Cinematic Mode здесь есть. Это режим, когда он летает максимально плавно и позволяет делать очень красивые облеты. И очень красивые планы при ручном, полностью ручном управлении. Что еще можно про него сказать? Аккуратней со снегом. Всегда нужно садиться и взлетать с ковриков специальных. Обращайтесь в coptertime.ru. Там и такие коврики есть. И это не пустые слова. Коврик здесь нужен, потому что датчики слишком низко к земле. Могут забиться песком или снегом. Вот снегом особенно часто забиваются. Но при этом, на самом деле, дрон абсолютно неубиваемый. Тьфу-тьфу-тьфу. Летает в любых условиях. То есть в снег, в ветер. Ему все равно. То есть его, как и Phantom 4 Pro, практически невозможно сдуть. Даже, наверное, в меньшей степени, чем Phantom 4 Pro. Он подвержен сдуванию вообще какому-либо. Он максимально надежен, максимально умен. Повторюсь, облетает отлично препятствия. То есть, на самом деле, для использования он абсолютно безопасен. Сколько он летает? Это хороший вопрос. Потому что в мороз, минус 16 градусов, он пролетал примерно 16 минут. Я его начал сажать, когда он по умолчанию на 30% заряда аккумулятора сказал Warning Battery Low. Опасность, батарейка садится. Так вот, я не стал эти 30% долетывать, как я мог бы сделать, например, с Phantom. Потому что слишком холодно, опасно, аккумулятор маленький. Решил начать его сажать. И все правильно сделал. То есть, при 30% пороге. То есть, на самом деле, то, что производитель заявляет, что он 21 минуту может летать, минут 17, 18, 19, этот дрон действительно может запросто отлетать даже в условиях жизни. Когда есть боковой ветер, когда есть мороз, как был у меня. То есть, никаких проблем. Еще одна особенность, которую важно тоже учитывать, это вот этот аккумулятор. Потому что он действительно хорошо, плотно сидит, крепится на трех точках и не отвалится во время полета. Давайте перейдем непосредственно к пульту. Про пульт я могу сказать следующее. Он удобный, универсальный, хороший. Батарейки хватает встроенной в пульт на много полетов. Ну, я его не заряжал фактически ни разу. Здесь нет одного колесика, которое есть у моего Phantom. Соответственно, управление камерой чуть-чуть урезанное. Но, опять же, повторюсь, в целом этого более чем достаточно для съемок себя. Для съемок своих близких или себя на отдыхе, или во время занятий экстремальным спортом. На самом деле, все делается автоматически дроном. Этот пульт, он нужен, ну так, как дополнительный источник управляющего сигнала. Многое, очень многое дрон может делать прямо со смартфонов в автоматических режимах. Про пульт. Могу сказать, что достаточно быстро заряжается и хорошо ловит. Ну, опять же, ловит хорошо, он помехоустойчив, но только когда дрон близко к вам. То есть, у меня, например, была ситуация, когда мы летали на Phantom прямо рядом с Air'ом. И сигналы с этих пультов друг другу ни в коем случае не мешали. Последнее, важное, что я хочу рассказать, это аккумуляторы. Сменные аккумуляторы здесь хорошие, как я уже сказал, емкие. Летает долго, весит мало такой аккумулятор, но у нее есть зарядное устройство. Легкое, компактное, с USB-портами можно заряжать одновременно. Аккумулятор, пульт и что-то еще, например, смартфон. Мощности хватает, и тут бы все бы ничего, если бы не вот этот коннектор. Это новый коннектор, проприетарный, который позволяет подключить, собственно, эту зарядку к аккумулятору. Одним простым движением, вот таким вот. Нет фиксатора, соответственно, если, не дай бог, он оторвется, то, ну, собственно, отойдет. Аккумулятор не будет заряжаться, а заряжается он, на самом деле, в районе 25 минут. Но смотрите, какая история. Очень часто аккумулятор не начинает заряжаться, когда я подсоединил провод. То есть я подсоединил провод, и ничего не происходит. Нужно передподключить его, и все будет хорошо. Есть комплектация Flymo Combo, где есть специальная док-станция, которая заряжает сразу несколько аккумуляторов. И вот с ней проблем нету с зарядкой, а вот с родным устройством всегда нужно убедиться, что зарядка пошла. Потому что у меня очень много, буквально через раз, аккумуляторы просто не стартовали заряжание, зарядку заряжаться. Любое из этих слов, какое вам больше нравится, пишите в комментариях, какое правильно. Так вот, каждый раз, когда я подключаю эту штуку, мне приходится проверять, пошла ли зарядка, начали ли мигать зеленые лампочки, иначе не видно, заряжается дрон или нет. Ну, не дрон, а аккумулятор, понятное дело. Поэтому обязательно покупайте Flymo Combo, там много аккумуляторов, там классная сумочка в комплекте, и там лучше заряжаются аккумуляторы. Ну, и вам их понадобится хотя бы 2-3 штучки для полетов, потому что, конечно, 16 минут, это даже не 20, а 23 минуты, как витает, например, мой Phantom 4 Pro. Что я могу еще добавить про этот дрон? Да, в принципе, ничего. Покупка отличная, штука классная. Хотеть, желать такой дрон имеет полный смысл. Если особенно вы снимаете сами себя, это вот такая автоматическая машинка, очень крутая. Можно на нем полетать, но без особого кайфа. Он не такой быстрый, например, как Phantom, или даже как Mavic. Причем в спорт режиме он достаточно шустрый. Он хорошо управляется, но на самом деле управляется, ну, скажем так, чуть более топорно, чем, опять же, тот же Phantom. У Phantom контроля чувствуешь больше. Ну, и пульт там больше, и стики, видимо, степеней побольше чувствительность у них. Но, в целом, управляться с этим дроном можно, и это очень хорошо. Он очень умный, он облетает препятствия красиво. У него огромное количество умных режимов съемки. Он снимает фото и видео максимально качественно на данный момент для своих габаритов уж точно. Долго висит в воздухе и стоит абсолютно приемлемых денег. Повторюсь, у меня экземпляр от CopterTime.ru. Про пульт уже тоже все рассказал. Про хранение. Лучше, опять же, брать Flymo Combo, потому что вот у меня была дурацкая ситуация. У меня есть сумочка, в которой лежит дрон, это очень удобно. Но у меня есть пульт, который не пойми куда положишь, потому что, ну, все-таки антенки, клавиши. Не хочется это все давить. И вот этот аккумулятор запасной и зарядка для всего этого, они, ну, вот так вот отдельно болтаются, лежат. Это не очень удобно. Поэтому, конечно, лучше иметь какой-то цельный кофр для того, чтобы у вас все было в одном месте. И в этом плане Flymo Combo с комплектной сумочкой крутой. Это идеальное решение. Спасибо большое. Оставайтесь на katot.ru, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Как всегда, жду вас в онлайне. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok